Всем привет! С вами Азалия Нитин. Сегодня я расскажу вам, как связать кардиган для девочки 3-4 года узором листья. Кардиган длинный, закрывает попу, вывязана пройма и вточную рука. Для вязания я буду использовать спицы три с половиной. Образец, который мы связали в предыдущем видео. Спицы номер 275 для вязания резинок по краям изделия. Пуговички, выберите какие-нибудь иголки для сшивания готовых деталей. Ну и самое главное это пряжа. У меня большой моток один фунт. Я очень надеюсь, что мне этого хватит даже с запасом. Начинаем с вязания спинки. Я нарисовала эскиз детали, нанесла все необходимые на первом этапе мерки. Далее я записала здесь плотность своего вязания и какую использовала пряжу. Вам нужно снять мерки обхват груди, обхват бедер, длину спинки, ширину плеч, обхват шеи, длину руки, обхват руки сверху и запястье. Посмотрите на проведенные расчеты. Ширину спинки мы вычисляем путем деления обхвата бедер плюс свободное облегание 4 сантиметра пополам. Дальше смотрим, сколько это будет составлять петель и сколько рапортов. У нас получается, что 4,6 раппорта мы округляем до целого четного числа, чтобы потом на две полочки разделить спокойно. Получаем 6 раппортов. Это у нас 90 петель плюс 2 кромочные 92 петли. Начинаем вязание. Набираем на спице 92 петли. Итак, все петли набраны. Начинаем вязать резинку 1х1 9 рядов. Первую петлю снимаем. Дальше у нас 1 лицевая, 1 изнаночная резинка 1х1. 1 лицевая, 1 изнаночная. Чередуем. Снова 1 лицевая, 1 изнаночная. Лицевая, изнаночная. Продолжаем так сами до конца ряда. Я довязала первый ряд резинки. Начинаем вязать второй ряд. Снимаем первую петлю и вяжем. Там, где у нас была в предыдущем ряду изнаночной, мы вяжем лицевую, а там, где была лицевая, мы вяжем изнаночную. Но я думаю, все умеют вязать резинку 1х1. Тут никаких сложностей. чередуем лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Продолжаем сами до конца ряда. Вяжем так 9 рядов. а дальше будем вязать по узору видео с узором у меня есть на канале ссылка будет в описании видео а также в уголочке экрана подсказка я выкладываю для вас схему узора листья здесь используются лицевые изнаночные петли накид а также 2 петли вместе с наклоном вправо или влево лицевой или изнаночные количество петель должно быть кратно 15 плюс кромочные я уже связала 9 рядов резинки сейчас я буду переходить на спицы три с половиной миллиметра и вязать основной узор беру спицы три с половиной начинаю вязание первую петлю снимаем дальше по схеме 1 изнаночная 13 лицевых 10 11 12 13 лицевых связали пересчитываем дальше 2 изнаночных снова 13 лицевых 1 2 3 4 продолжайте сами по схеме и я сейчас покажу как получается раппорт схему держите перед глазами если не знаете как вязать смотрите мое предыдущее видео посмотрите я связала 1 раппорт 20 рядов вот так у меня получилось я продолжаю вязать дальше пока не дойду до 32 сантиметров я связала 32 сантиметра это у меня четыре с половиной раппорта пожалуйста обязательно запомните в каком ряду вы остановились у меня сейчас будет ряд из 13 лицевых петель вот у меня я измеряю 32 сантиметра даже вроде чуть побольше главное запомнить ряд где вы остановились чтобы когда будете вязать полочки остановиться там же сейчас вот эту линию праймы мы будем с вами вывязывать немного теории я привела выдержки из книги азбука вязания максима вы где рассмотрен пример расчета петель праймы для взрослого кому интересно остановите и прочитайте здесь петли разбиваются на три группы и делятся на тройки двойки а в конце убавляются по 1 верхней части рисунка стоят плюсики это означает что в конце праймы мы снова вы должны выполнить прибавление по одной петельки чтобы сформировался такой вогнутый край в нашем случае ширина праймы равна 2 с половиной сантиметрам я взяла это значение из таблиц детской одежды два с половиной сантиметра это шесть петель посмотрите как я распределила их по трем группам закроем сначала три петли а потом по одной глубина горловины и скос плеча пусть будут равны двум сантиметрам вяжем прайму полностью 12 с половиной сантиметра до скоса плеча и горловины вязание снимаем одну петлю и закрываем три петли так смотрим первая петля зарыта теперь 2 и 3 дальше вяжем по узору вот так 3 петли у нас получились закрыты теперь вяжем по узору у меня это будет 13 лицевых петель провяжите ряд до конца переворачиваем наше вязание и закрываем также точно три петли и вначале изнаночного ряда это у нас будет прайма с другой стороны спинки слева у нас на спинке две праймы поэтому мы закрываем всегда только в начале каждого ряда конец довязываем полностью и так 3 петля у нас закрывается и вяжем по узору до конца ряда сейчас у меня 13 изнаночных петель ряд довязан мы видим закрытые три петли от предыдущего ряда переворачиваем теперь будем закрывать одну петлю закрыли дальше вяжем по узору здесь самое главное не запутаться в узоре не сбиться нужно обязательно смотреть схему вот у меня будет ряд какой одна лицевая потом накид 2 вместе посчитаем с конца раппорта сколько у нас как раз 10 лицевых получается поэтому никакие две вместе и накид я уже делать не буду эти все петли у меня закрыты я просто вижу лицевые до конца раппорта вяжите самостоятельно до конца ряда ряд довязан до конца переворачиваем вязание и в изнаночном ряду также закрываем одну петлю обязательно делайте себе пометки по ходу вязания чтобы не запутаться и так 3 петли мы закрыли с двух сторон два раза вычеркиваем одну петлю закрыли с одной стороны сейчас уже закроем со второй тоже два раза вычеркиваем теперь смотрим какой у нас будет ряд главное не запутаться в узоре когда вы делаете убавки или прибавки смотрим вот у нас 9 изнаночных и 2 вместе 2 изнаночных и накид нужно пересчитать все петли смотрите как не запутаться нужно посчитать с конца раппорта то есть у нас в конце раппорта будет накид 2 изнаночные а потом 2 вместе то есть мы отсчитаем получается 4 петли изнаночные и все что будет до них мы провяжем изнаночными вот эти две петли и накид они будут в конце признаюсь я долго думала в этом месте вот эти две у нас будут а потом еще две вместе вот эти 4 петельки мы откладываем остальные вяжем просто изнаночными ну и давайте мы закроем одну петлю петля закрыта теперь вяжем изнаночные пока у нас не останется 4 петли изнаночных для конца раппорта так 4 петли осталось поэтому мы 2 вместе вяжем потом 2 изнаночных делаем накид в конце вот так дальше следующий раппорт все как обычно по узору вяжем до конца ряда довязываем последние две петли в этом ряду так 1 2 переворачиваем теперь закрываем одну петлю в лицевом ряду второй раз можем это отметить где-то на своем черновичке что мы закрываем уже второй раз с лицевой стороны смотрим что у нас сейчас по узору ну вот там 8 лицевых надо будет сейчас мы одну закроем а остальное провяжем лицевыми 8 петель вот я отсчитала одну закроем а две вместе уже не получится провязать просто лицевыми провяжем так и остальные лицевыми дочка очень просит помочь одеть ей носочки так и лицевые 4 5 6 7 все изнаночные дальше довязывайте до конца довязали ряд теперь закрываем одну петлю в изнаночном ряду смотрим как что по узору 7 3 1 у нас по узору так ну снимаем первую петлю дальше провязываем одну петлю закрываем продергиваем вторую через первую все и теперь уже внимательно смотрим на нашу схему значит нам нужно отсчитать 4 петли с конца плюс еще 2 которые провяжем вместе получается 6 петель нужно отсчитать и все что до них провязать изнаночными так отсчитываем 6 раз все рассчитали 6 петель привязываем изнаночными до них теперь провязываем 2 вместе теперь 3 изнаночных легко можно проверить глядя на лицевую сторону правильно вы вяжете или нет все дальше вяжем до конца ряда так теперь нам останется закрыть одну петлю последний раз в лицевом и в изнаночном так смотрим у нас лицевой ряд снимаем одну петлю дальше закрываем одну петлю так теперь смотрим схему вот наша схема 3 2 6 будет 3 2 6 отсчитываем с конца 6 2 4 6 и 2 вместе у нас не получится провязать одна петля поэтому вяжем просто все лицевыми 6 теперь да и седьмая вот эта одна петля все теперь у нас как обычно идет раппорт и до конца ряда вяжем самостоятельно итак ряд довязан до конца переворачиваем и выполняем последнее закрытие одной петли первую снимаем дальше провязываем изнаночную и закрываем ее теперь смотрим нашу схему 5 4 2 значит отсчитываем 2 еще 4 и 2 вместе вот как раз 2 петли и провяжем их вместе вот так проверим с лицевой все ли правильно все правильно дальше у нас 4 петли накид и 2 петли теперь как обычно вяжем до конца ряда 3 4 5 продолжайте сами итак наша плавная линия проймы готова вот она такая закругленная как раз 6 петель мы сняли постепенно теперь теперь смотрим приложим линеечку черное на черном плохо видно но тем не менее посмотрите нам нужно связать 12 с половиной сантиметров согласно нашим расчетам глубина проймы вот до сюда мы вяжем просто по прямой линии сделайте это сами я связала 12 с половиной сантиметров посмотрите как это выглядит вот линия немножко выпуклая получилась из-за узора я все-таки предпочитаю соблюдать узор полностью вот у нас 12 с половиной с одной стороны и с другой и пожалуйста запомните в каком ряду вы остановились потому что вам нужно будет вперед вязать точно так же дальше вяжем горловину и скос плеча я привожу пример расчета из книги Максимовой азбука вязания кому интересно почитайте нужно определить количество петель в горловине и в плече разделить их на группы и закрыть отдельно каждую группу количество групп определяется глубиной горловины и высотой скоса плеча иногда они разные иногда одинаковые в нашем случае скос плеча и глубина горловины спинки будут равны 2 сантиметрам обычно скос плеча берется где-то 3 сантиметра но у нас детское изделие я решила взять 2 2 сантиметра это 6 рядов 6 рядов мы делим на 2 и получаем 3 группы убавок делим на 2 потому что мы убавляем только в лицевом или только в изнаночном рядах с правой и с левой стороны ширина горловины будет определяться по формуле 1 треть общей мерки плеч это 9 сантиметров 9 сантиметров мы также делим на 2 и получаем 4 с половиной чтобы определить половину ширины горловины так как мы работаем с половинкой изделия 4 с половиной сантиметра это 10 петель ширина плеча поэтому получается путем вычитания из 46 сначала 6 петель проймы и потом 10 петель горловины 30 петель получается очень удобно скос плеча это 30 петель мы делим на 3 группы получаем 10 петель в каждой группе то есть закрываем 3 раза 10 10 10 горловина мы также делим на 3 группы 10 петель получаем 3,3 поэтому если разделить на 3 группы получится 4 3 3 4 будет у нас от центра а 3 и 3 уже дальше начинаем итак начинаем работу мы должны закрыть горловина 4 3 и 3 за 3 раза и сквозь плеча у нас 3 группы 10 10 и 10 но чтобы это все отмерить нам понадобятся маркеры и цветная нить чтобы снимать петли горловины на нить так отмеряем половинку нашего изделия смотрим это можно сделать просто по узору у нас 4 полных раппорта вот мы как раз отсчитываем 2 из них и вот между двумя изнаночными петлями как раз ставим маркер и дальше будем работать только с правой половинкой теперь отмеряем еще 10 петель для горловины отсчитываем от первого маркера 10 петель 2 4 6 8 10 вот сюда ставим второй маркер все теперь у нас все как на рисуночке 10 а потом 30 ну кстати здесь может быть не ровно 30 а из-за узора чуть-чуть отличаться ну что ж начнем закрываем 10 петель первую снимаем дальше провязываем и закрываем 1 2 2 3 4 5 6 7 8 так пересчитаем петли 8 я закрыла 8 а у нас остается должно 20 остаться 2 4 6 8 10 12 14 16 18 ну вот уже 20 осталось я закрыла 8 мы закроем так 9 9 9 потом закроем еще 10 9 а теперь вяжем ряд до конца смотрим в каком же мы ряду сейчас находимся так вот у нас был ряд 2 4 5 изнаночная теперь у нас будет вот 4 3 4 так ну что ж давайте что у нас здесь раппорт как раз только начинается ноты вяжем 4 1 2 3 4 4 потом 2 вместе теперь теперь что-то ниточка у меня разделилась так раз 2 3 накид 4 значит вяжем ряд до конца не довязывая 4 петли до края до 2 маркера этот маркер мы сейчас снимем он уже не будет нужен хотя можно не снимать в принципе можно просто перекинуть было но я уже сниму так вот у нас 4 петли должно остаться мы должны можно просто довязать до конца и закрыть их в начале следующего ряда в общем то я вам так и советую сделать но здесь я решила попробовать сделать по книге как раз азбука вязания там написано что нужно снимать на нить и потом уже когда вы будете закрывать горловину готового изделия удобнее работать с открытыми петлями я впервые попробовала так сделать мне лично не понравилось потому что просто это неудобно и не так аккуратно получается когда я все в итоге там закрыла как-то некрасиво но вот смотрите здесь я снимаю все-таки на нить 4 петли по книге предполагалось что просто когда вы будете делать уже резинку обвязывать вам не придется делать набор петель у вас петли уже набраны но я по своему опыту могу сказать что у меня получилось слишком стянуто нужно набирать еще дополнительные петли ну и теперь смотрите я снимаю со второй спицы все петли на дополнительную спицу чтобы пока их в работе не задействовать мы сначала до вяжем полностью одно плечо потом уже будем вязать второе и так 4 петли я снимала теперь я переворачиваю и вяжу ряд до конца опять же по узору смотрите что у вас по узору так перевернули вяжем весь ряд полностью у нас 353 по схеме поэтому так вяжем мы снимаем у меня накид образовался мы провяжем все раз по узору так по узору провяжем этот накид тоже смотрим не надо отложить 5 петель значит еще одну провязываем здесь мы 2 вместе закрываем не закрываем просто 2 вместе провязываем и 3 ну провяжите сами до конца ряда довязали ряд теперь мы закрываем 10 петель второй раз далее вяжем по узору и последние 3 петли тоже снимаем на ней на нить давайте сделаем так первую петлю снимаем потом закрываем 1 2 2 2 3 4 5 5 7 8 9 10 так закрыли 10 теперь вяжем до конца пока не останется 3 петли так вяжем по узору у нас там все лицевые петли кроме 2 изнаночные мы провязываем не забываем между рапортами так вот сейчас мы вторые 3 петли снимем так вяжем лицевые 1 2 3 4 5 6 вот у нас 3 петли осталось снимаем их на нить так ну либо если вы все закрываете просто вяжите до конца и в начале следующего ряда и закройте так сняли теперь переворачиваем и закрываем просто все петли плеча нет мы не закрываем все петли мы конечно вяжем ряд до конца следующий просто весь закроем вот я и закрыла все петли скуса плеча 10 10 10 а горловина у меня снята на спицу ниточку я обрезала все обрезала и начинаю вязать второе плечо ну вот как то я набираю воздушную петлю вот на крючок петелька у меня раз нет еще раз некрасиво было давайте повторим вот матч бета гораздо лучше так теперь смотрим вообще лучше было бы набирать от центра начинать я уж переверну буду от края но на самом деле смотрите мне надо было по узору вязать от серединки потому что так у меня все лицевые изнаночные петли поменяются местами ряды я буду вязать немножко наоборот так что вы чтобы запутаться к серединке можете присоединить эту нить ну вот я вот так решила сразу чтобы закрывать плечо мы будем закрывать все в изнаночных рядах на другом плече на этом ну вот у меня по узору будут получается все изнаночные сейчас может там и все изнаночные надо будет посмотреть давайте мы для начала закроем петли 10 петель мы закрываем закройте сами дальше все да и довяжите все все точно так же как в другом плече только в изнаночных рядах закрывать так я довязала второе плечо до конца нитку пока не обрезаю сейчас я буду закрывать петли горловины для этого я снимаю все петли горловины с нити на спицу ниточку вытаскиваем аккуратненько работаем чтобы петли не спустились пересчитываем все петли должно быть 20 петель плюс одна еще то есть 19 плюс одна на другой спице у нас я решила закрыть все петли мне привычнее так работать пожалуйста обратите внимание что когда вы закрываете петли у вас может получиться слишком стянутая горловина туго если вы чувствуете что действительно так получается то наберите дополнительные петли просто из протяжки или предыдущего ряда из петли чтобы не было стянутости иначе будет просто будет некрасиво уже изделие так вот я закрываю петли закройте сами дальше и так все моя спинка готова вот у меня тут получился какой-то такое расстояние между петлями я вот что-то типа соединительного столбика так вот крючком как бы я делала так же вот сделала спицами соединила ну все ниточку можно обрезать и наша спинка полностью готова сейчас будем вязать полочки правую и левую я нарисовала два эскизика правой и левой полочки но предполагается что они обращены к нам лицевой стороной поэтому правая полочка будет слева а левая справа все размеры мы вяжем так же как у спинки с единственной разницей что здесь глубина горловины у нас будет 4 см ну и ширина полочки конечно же в два раза меньше чем спинки то есть 90 петель мы поделим на 2 получим 45 и прибавим 2 кромочные получится 47 петель я набрала 47 петель и связала 32 сантиметра до проймы как и у спинки 32 сантиметра остановилась в том же ряду что и на спинке и вот буду сейчас вязать пройму закрывать три петли а потом три раза по одной и свяжу так 10 с половиной сантиметров здесь я опять вам выкладываю как рассчитывать пройму переда уже а не спинки отличие в том что здесь делится уже не на три группы а на 4 группы все петли и также распределяются на тройки двойки единицы я не вижу смысла в нашем случае пересчитывать потому что у нас и так слишком мало петель всего шесть и нет смысла тут мудрить и и еще немного теории как вяжется горловина переда и скос плеча здесь предполагается что мы строим выкройку рисуем там плавную линию горловины и смотрим какая у нас часть горизонтальная дальше почти горизонтальная пологая почти вертикальная и вертикальная вот тут как раз пять частей рассмотрено и в каждой части мы уже определяем как мы будем закрывать чтобы получилась такая линия кому удобно может нарисовать выкройку и к ней прикладывать свое вязание чтобы определять но я как всегда обошлась расчетами изделие детское поэтому петель мало и можно обойтись без выкройки как мы поступим в нашем случае у нас глубина горловины переда 4 см поэтому через десять с половиной сантиметров от начала праймы мы начинаем вывязывать горловину посмотрите как я распределила петли напоминаю у нас 10 петель вот я выделила три участка горизонтальный почти горизонтальный или пологий почти пологий в общем такой с маленьким наклоном и почти вертикальный и вот так вот решила закрыть четыре потом две одну и потом три раза по одной и после того как мы закроем 4 потом две потом одну петельки мы начинаем скос плеча ну скос плеча будет также 10 10 11 даже на одну петлю больше по расчетам получается потому что у полочки в серединке дополнительная кромочная петля которую я плечу отнесла итак я связала 10 с половиной сантиметров праймы как проверить где вам нужно остановиться точно мы помним что спинку мы заканчивали в ряду вот два четыре пять изнаночным поэтому мы просто 6 рядов вниз отсчитываем и вот у нас последний изнаночный ряд должен быть 13 изнаночных а сейчас мы будем вязать следующие это 10 лицевых 2 вместе накид лицевая и смотрим мы закроем сначала 4 потом 21 а потом уже три раза по одной и там где мы будем закрывать три раза по одной мы одновременно начнем скос плеча вот здесь в скос плеча мы начнем я даже подписала здесь 11 10 10 для удобства так вот я дошла до конца у меня осталось тут пять петель вот две вместе надо провязать я не буду сейчас снимать ничего на нить я просто закрою все петли горловины не так привычнее больше нравится поэтому ряд я довязываю полностью до конца затем переворачиваю начинаю изнаночный ряд и вот как раз в начале этого ряда первые 4 петли я закрою так первую снимаю дальше буду закрывать 1 2 3 и 4 все дальше вяжем ряд до конца и повторяем все то же самое только в следующий раз мы закроем две петли а потом одну сделайте пожалуйста самостоятельно так смотрите я закрыла 4 петли вот они две петли и одну петлю сейчас мы будем начинать скос плеча и продолжать вывязывать горловину пересчитываем петли должна быть 31 петля сейчас плюс еще 3 значит 34 слегка может меняться в зависимости от того в каком ретунжур вы находитесь так ну что начинаем закрываем петли снимаем первую петлю снимаем первую петлю и закрываем 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 вот я закрыла 10 петель дальше вяжем ряд до конца и в начале следующего снимаем одну петлю и закрываем сделайте пожалуйста полностью плечо самостоятельно итак я связала полочку полностью посмотрите как у меня вот эта линия проймы дальше скос плеча наклонная линия и линия горловины дальше внизу по прямой все смотрите это я связала вот эту полочку а вот эту вторую свяжите пожалуйста сами все то же самое но в зеркальном отражении оп у вас пришла одна секунда у меня же несколько часов я связала вторую полочку и сложила вместе все детали сейчас я буду сшивать нужно сшить боковой шов и плечи по плечам тоже выполнить шов вот я завязываю сейчас узелок на ниточке этой же нитью и сшиваю что и вязала иголка у меня большая толстая все начинаю сшивать левой рукой нет правой рукой нет все таки левой рукой наверное это проблема всех левшей сшивайте так как вы тем швом которую вы любите я самым обычным способом сшиваю и и и и готова я сшила полочки и спинку что-то вроде жилеточки такой получилось вот у меня шов 1 2 но и с другой стороны тоже самое в следующем видео мы с вами будем вязать рукава оформлять горловину планку пришивать пуговицы подписывайтесь чтобы не пропустить всем пока